И добрейшего дня, друзья! Это проект Принцессы Вне Закона, и мы с вами продолжаем играть сегодня за Снежку. И у нас большие планы! Честно говоря, была изначальная идея, знаете, устроить рейд по клубам, но мне не очень понравилось... Вообще не очень понравилось, как в клубе у нас складывалось общение с клиентами, а тем более в стриптиз-клубе это было вообще невозможно. И я пришла к выводу, что мы будем искать клиентов в другом месте в сегодняшней серии. И, что немаловажно, купим книжки и возьмем их с собой туда, куда мы отправимся. Отправимся мы сегодня, друзья, далеко. Время 6 утра. Посмотреть Снежка у плиты, готовить себе завтрак. А почему? Потому что сегодня мы отправимся... Где же Свет? Куда он делся? А сегодня мы отправимся на острова, на теплые острова Греция. Мы будем там лежать в шезлонге, читать наши книжонки по выращиванию укропа, пока садовник будет заботиться о наших растениях. Ну и, конечно, приторговывать. Посмотрим, что из этого получится. Честно говоря, мне интересно. А что вообще? Какой-то пульт она в руке держала? Что она им включала-выключала? Сейчас я вообще не поняла, что происходит. И куда подевался Свет? Окей, Снежка. Давай, у нас не так много времени слушать карнавальную музыку она захотела. Что, простите? Я хочу... Я хочу послушать карнавальную музыку. Нормально. Самба такая. То есть, Снежка, посмотрите, в каком бодром настроении пребывает перед отправлением на острова. Значит, она врубила себе карнавальное музло. Ха-ха. Вот. Не знаю. Давайте посмотрим. Мне интересно. Помните, что происходило в последний раз, когда мы за Снежку играли? Она кокетничала у нас с Томом Пиппингом. Не знаю, как далеко зашли их отношения. Смотрите, недалеко. Но у них хорошая совместимость. А столько было кокетства. Ха-ха. Интересно, можно ли пересадить Пиппингу волосы откуда-нибудь на его плешину? Ах, а станет ли он после этого таким, знаете, альфа-самцом? Даже не знаю. Но это будет смешной поворот сюжета, если в конечном итоге наша Снежка выберет себе Пиппинга в партнеры в долгосрочной. Я, наверное, буду орать просто перманентно. Ну что ж, время, собственно, паковать чемодан. А вот есть ли у нас такой чемодан, знаете, который можно паковать с собой? Тут самый чемодан из игры. Давайте добавим нам его в наш замечательный дом и возьмем его с собой, чтобы было все по-взрослому. Вот наш маленький дорожный, миленький, желтенький чемоданчик. Смотрите, друзья, я его поставила. Мы обязательно возьмем его с собой и сможем прямо там сменить одежду. То есть мы сначала сходим в какой-нибудь сувенирный магазин. Закутаться в полотенце можно. У-у-у, это интересно. Подобрать костюм. Слушайте, чемодан это крутая вещь. Но знаете, чего я не вижу в этой истории? Положить мой замечательный чемодан в багаж. Видишь, а то его, может быть, перетащить можно? Да, его можно перетащить. Это прекрасно. Снежка, я думаю, нам пора отправляться. Куда ты пошла? Куда ты пошла? У тебя все хорошо, тебе ничего не надо. Переодевайся. Сменить одежду. Мы отправляемся в лето, поэтому мы оденемся в летний костюм. Переодевайся. И клади чемодан с собой. Летний костюм мы, конечно, там тоже возьмем другой. Приобретем другой. Самое главное, это забыли книжки, друзья. Книжки, давайте же книжки-то закажем по навыку. А то мы сейчас уедем. Слушайте, презервативы тоже надо заказать. Не знаю, помогут они нам или нет. Кстати, знаете, что я забыла, что немаловажно? Я забыла удалить из игры фриков. О, май гад. Я думаю, сейчас мы, знаете, с вами приедем на курорт, а все фрики нас там дожидаются. И вот теперь я два часа ищу, где заказать книги. О, что это такое? Как заниматься БДСМ? Том, два, шлепать или не шлепать? О, боже! Подчинение для шлюх Том-1. Слушайте, пипец. Держите меня. Обязательно должен быть кто-то, кто будет читать эти книги. Смотрите, есть по продаже Кокса. Книжка, давайте хотя бы одну приобретем. Это интересно. Ну, это как бы тот уровень, на который мы должны выйти в итоге, да, самые дорогие. Запрещенные препараты, конечно, на них, мне кажется, круче всего рубить бабло. Но, к сожалению, мы еще не там, да, мы еще не можем им торговать. Ну, давайте хотя бы найдем, где по продаже нашего укропца-то, книжонки. Алло! Ой, и по продаже более легких препаратов тоже купим все книжки. Вот на 8 тысяч мы затарились книгами. Ну что, библиотека с собой, да? Отлично! Я думаю, мы, конечно, столько не прочитаем, но мы все равно будем очень стараться. Отправляемся, а то день пройдет, время, как говорится, срать, а мы не ели. А где это отправиться? Мне кажется, это не то, да? Забронировать жилье для отдыха? Да, да, это то, что я хотела. И? А как? А где? Снежка, мы бронируем жилье для отдыха? Танцевальный навык? Нет! Забронировать жилье для отдыха. Попытка номер 2. Бронируем жилье. Мы уезжаем. Ты что-то путаешь, дорогая моя. Куда ты пошла? Под лестницей бронировать. В уголке, действительно. Мало ли. Давай, мой хороший, бронируем жилье для отдыха. Сейчас мы с вами поедем греться. Да, то на улице зима. А здесь как будто и не зима, да? В Дельсуэль-эль-то зима такая себе, в принципе. Вроде как и не холодная. Минимальный депозит? Ого! Это что? Скромный. Большой депозит. А где? Вы забронировали жилье для отдыха. Чего? Это что? Мы надеемся, что вам понравится ваш визит и проживание в нашем доме. Пожалуйста, сообщите нам. Подождите-ка. Я хочу уже отправиться. Я не хочу ничего вообще тут выяснять. Где? Забронировать путешествие. Вы что, издеваетесь над тобой? Я не хочу ничего бронировать. Я хочу отправиться. Что это такое? Вообще, это моды, мне кажется, друзья. Это моды шалят. Какая-то сложность у нас с поездкой. Что за фигня? Мы будем уже уезжать куда-нибудь? Нет? Забронировать билет на самолет. Эконом-классом полетим. Все, надоело деньги тратить. Я отправляюсь уже куда-нибудь. Нет? А как это? Вот через... Так просто, да? Взять отпуск? А, взять отпуск. Наконец-то стала доступна опция. Нет, мы летим одни. Мы летим одни. Наконец-то мы можем лететь. Забронировать жилье. Билет на самолет. Дай говно, дай ложку. Кое-что заверни еще в газетку. Ура! Все, отправились. Я уж думала, мы никогда не улетим. Уже 9.20 утра. И смотрите, самолетик появился. Посадка на рейс в аэропорту. Ой, я надеюсь, хотя бы вот сейчас мы просто уйдем в кроличью нору и высадимся, где бы там мы не должны были высадиться, да? Благодарим вас за то, что вы забронировали у нас билеты. Мы знаем, что у вас есть возможность выбирать путешествие. Мы рады, что вы выбрали нас. Короче, да. Да, да. И мы летим на острова. Можно было бы, конечно, выбрать Тартозу, знаете. Но я вообще забыла, что есть такая локация в Симс. Ха-ха-ха. А вот здесь на Аханале я немножечко перестроила. Ну, как, конечно же, не сама. Естественно, я все скачала в галерее. Вы же знаете, фигу я там буду что-то сама строить. Вот. И я думаю, что мы выберем вот этот вот милый дом в Сулане. Ну, потому что это жилье слишком большое для нас одних. Вот сюда мы поедем. Вот в этот замечательный домик и становимся в нем. Вот. Да. День. Я думаю, что можно на недельку полететь. На недельку полететь, смейте по станочку, когда мы там еще за снежку будем играть. Да. Ну, давайте, чтобы так посерединке выберем пять дней. Полетели. Да. Пусть это будет пять дней. Вдруг нам понравится на островах. Смотрите, нам предлагается какие-то товары прямо сейчас заказать. А вдруг мы что-то забыли. И что это такое? Какие-то коробки. Какая-то фигня. Какие-то диваны. Это что вообще? Что это? Что это? Бутылка пива. Да, да, да. Мы забыли. Да. Бутылку пива, конечно. Да. Мы не подумали, что ее можно взять с собой. А что это такое? Какие-то корейские иероглифы. Что это? Коробка мандарин. Слушайте, это так интересно выглядит. Что это вообще? Мешок спелый хурмой? Нет, мешок нет. Стульчик, горшок, какие-то манежи детские. Черт, че, че тут вообще? Че только нет. Давайте вот возьмем вот это. Что это? Упаковка какого-то. Какой-то лапши, какой-то фигни. Все, я набрала уже того, что надо и не надо. Вот мячик возьмем тоже. Попинаем мячик. Мы же отдыхать все-таки приехали. Куринок это лапша. Зачем вообще все это здесь? Все, берем. И давайте покажу вам, как всегда, где мы будем проживать. Да, я скачала домик из галереи. Естественно, если кому-то понравился домик, пишите в комментариях или в сообщениях в группе ВКонтакте. Я вам его раздам. Вот, стащу оттуда и раздам. Кстати говоря, на наш платеж-то там мы платить еще не должны. Давайте сразу оплатим. А где наши деньги? А, они в хранилище лежат. Боже, у меня чуть не хватил удар. Просто чуть удар меня не хватил. Я представила себе, что мы просто, представляете, что наши деньги куда-то потерялись. Я забыла, что я их дома выложила в хранилище. А кто это? Я думала, это какой-то извращенец в плаще. Похоже, что так оно и есть. Что это? Кто это? Ну, почти. Почти извращенец. Машина, главное, стоит такое впечатление, что мы на ней приехали. Домик. Домик показываю, друзья. Домик. Вот такой домик замечательный. На втором этаже у нас, посмотрите, располагается спальня. Что-то там еще располагается. Маленький такой кабинет. Тут даже был компьютер. Мы могли заказать книжки отсюда. Чего я парилась. Все, в общем-то, уютненько, аккуратненько. Даже подразумевается, что кто-то захочет поехать в отпуск с котом. Со своим, да, или с псом, я не знаю. И здесь вот такая уютная кухонька. Опять же, котиная фигня. Джакузи на улице есть. Вообще просто классно все это выглядит. И без кастом контента построено. Мне нравится. Прикольно. Только вот диваны здесь немножко некрасиво выглядят. Ну, и пофигу. Мы это как-нибудь переживем. Да, я думаю, вот эти моргающие диваны. Это не самое страшное, что может случиться. Ну, и, конечно же, давайте достанем наш замечательный чемодан. И всю ту фигню, которую мы зачем-то притащили с собой. А где наш чемодан? И вот здесь вот у комодика его бы поставили, да? А что тут? Не пойму. А где вещи висят? А где вещи висят? А как это? А, они прямо здесь вот висят? Ничего себе, интересно. Майки Хас хочет к нам прийти. Конечно, Майки, прилетай на самолете, купи у нас. Да, говно вопрос. Я тебя жду. Приходи, Майки. Потом мы будем переодеваться. Будем считать, что Снежка взяла с собой, да, какой-то альтернативный, конечно же, купальник. Парочку костюмчиков мы ей обязательно новых подберем. Но мне нравится вот эта тема, что Майки к нам сейчас придет сюда покупать что-то. Такая, блин. Через полкарты. Да, говно вопрос. Ну, мне просто надо купить, поэтому, как бы, конечно, я приду. Я надеюсь, она не домой к нам придет, сюда придет. Вот, где Майки Хас? Я жду. Это уже хочется куда-нибудь отправиться, знаете, а Гамлета все нет, как говорится, уж полночь близится. Да, что-то нету, Майки Хас. Давайте тогда сменим пока, сменим, пока сходим какой-нибудь альтернативный, добавим купальный костюм. И добавим какой-нибудь альтернативный летний костюм. Но мы же не приехали, в конце концов, с одним набором одежды подберем. Ну, что же, друзья, вот мы переоделись. У нас много классных нарядов, в которых мы будем просто привлекать внимание клиентов. Да, и торговля у нас просто взлетит, я чувствую. А куда-то снежка пошла. И где эта дурацкая Майки Хас, которая собиралась к нам приехать, чтобы что-то у нас купить? Я вообще не понимаю, она вообще нас не потеряла ли, она приедет ли к нам? Где она? Посмотрите, Мичел Каллани ходит в костюме бомжа, друзья, по пляжу. Посмотрите, какая прелесть. Помните, он в клубе, по-моему, в серии про снежку, он напился и рыгал там на пол. Мне кажется, вот что-то пошло не так у него после той бурной ночи. Потому что, видите, мне кажется, он просто в запой ушел. И до сих пор все никак не может протрезвить. Видите, его аж на сула не занесло, вот он. А это не Майки Ли плавает здесь, звезда Ивановна? Вот она. Эй, алло, дорогая, ты к нам приехала зачем? Какого фига ты вообще плаваешь, когда ты к нам приехала для того, чтобы мы могли торговать? И у нас кончились гаджеты. Опять я так их и не купила. Ой, блин, да ладно, пофиг. Игнорируем тот факт, что у Беллы что-то пошло не так. Когда-нибудь я решу эту проблему. Но она ведь не является для меня приоритетной. Я никак не могу привыкнуть играть с этими модами. Ну, давай, дорогая, сделай это. Где там эта Майки Хас? Эх, эх, не поняла. А как ты будешь торговать? А ты куда, в трусы себе засунула пакет с травой, что ли? Я понять не могу. Вообще. Давайте ей подорожью что-нибудь толкнем. Мокрая прямо из трусов достанная. Не знаю, как это все происходит у Беллы. Куда она засунула? Вроде грудь, знаете, на несколько размеров больше не стала. Ульрик хочет приехать к нам, чтобы купить еще... Укропчика. Давай, конечно, дорогая, приезжай. Давайте все здесь соберемся. Слушайте, мне кажется, нам даже уже клиентов идти искать не надо. Ой, Ульрик, смотрите, откуда не возьмись. Тоже здесь. Ульрик, подходи, не стесняйся. У Беллы в трусах просто... Ну, потому что больше негде прятать. Судя по всему, дофига просто этого добра. Она рассовала, я не знаю. В одну чашку бюстгальтера, во вторую. Хотя так по виду я не скажу, что там вообще какие-то чашки есть. Слушайте, она просто какой-то... Какая-то кудесница. Знаете, тоже подороже толкнем. Чутненько. Наша задача прокачать скилл торговли до троечки хотя бы в этой серии. Я хочу отправиться на пляж. Я не хочу вот... Давайте возьмем наших клиенток с нами. Они сейчас немножечко тут потусят. Они очень быстро, вы знаете, Сима курят дурь. Они настолько быстро курят дурь, что через час, после того, как они купили, им уже нужно купить еще. Я не знаю, как они это делают. Там целый пакет, да? Ну, вот, видимо, Сима владеет каким-то скиллом, о котором мы не знаем. Я думаю, что через игровой час девчонки уже опять будут готовы покупать и посмотреть, кто здесь. Это же наша Лесли, которая почему-то Саманта Джонс, наша начальница нашей Эльзы. Давайте с ней подружимся. Подружимся. Мы лишь-то не знаем, да? А с ней подружимся. Просто подружимся. Почему бы и нет? И я хотела бы вообще залечь на шезлонг и, знаете, и читать, читать, читать нашу прекрасную книгу начать. Вот пока, да? Можно так сделать. Вдремот, расслабиться. А если я вот лягу на шезлонг и расслаблюсь, было общаться, да, с Леслипака? это я хотела здесь лечь и расслабиться какая ты так что-то там уже сругаешься с ней не надо ни с кем ругаться не надо ни с кем ругаться иди у нас ключевая задача не нападать на незнакомых женщин абсолютно настроение испортила белла посмотри на ее лицо если будешь так со всеми ругаться у тебя никто ничего не купит с кем-то там захотела поболтать эти скалы иди ляг на шезлонг ты можешь расслабиться или у тебя чё тебя штырит что ли у тебя бодрит я не понимаю давай дорогая я хочу про ой какой-то жердя лежит уже рядышком я его не приметила мохнатый ты не загоришь ты мохнатый весь как ты можешь загореть с таким мехом так первый том нам нужен а вот он давайте его почитаем мы можем ли уже расслабляясь читать книжку можем или нет это было бы круто если бы мы могли и читать при этом лежа на шезлонге по ходу нет да как это куда ты пошла и то есть только сидя да ну окей давайте почитаем сиди посмотрим насколько быстро книга вообще будет прокачивать наш навык поглядим потому что реально это важно давайте найдем наш навык посмотрим как быстро он прокачивается посмотрите мы делали продажи сегодня две уже да и у нас уже почти нам осталось чуть-чуть до конца прокачки вот этого левла и и тут я поняла страшное что я не поставил знаете ночной клуб сулани а только ресторан но я думаю что мы это исправим мы обязательно поставим ночной клуб сулани тоже ну а сегодня когда освободимся можем посетить ресторан тем более что девочки ульрика майки хас судя по всему тоже приехали на отдых вот поэтому они они видимо знали может быть снежка делилась с ними своими как-то планами идеями я не знаю как они не общались может быть ментально может быть по телефону и девочки тоже приехали поэтому вот они здесь у нас все это покупали и мне кажется что я вижу плавающего пока уху друзья серьезно это пока ухо да и пока ухо здесь вот удивительно да мы полетели сюда и все полетели сюда да так немножечко не хватило энтузиазма смотрите я была встала она хочет бросить уже книжку но у нас 94 процента 95 белла пожалуйста дорогая мы все в тебя верим мы знаем что у тебя получится дочитать эту книжку 96 процентов дорогая моя ты можешь ты можешь что умная девочка читай пожалуйста быстрее что нет серьезно ты не дочитала вот эту фитюльку ты издеваешься было ты меня разочаровываешь пожалуйста перечитая эту книгу заново прочитаем мне кажется тебе не хватило вот для того чтобы повысить скилл немножко о все хватило хватило ну что ж давайте посмотрим было может использовать компьютер для того чтобы заказывать напрямую с черного но с даркнета до черного говорю а теперь на продажу вот это все дело что что-то неплохо мне нравится такая история что это такое вообще кто все эти люди такие некрасивые давайте посмотрим вот это кто например умбер гроу это вообще кто это кто а это волков который образе это бака янг бака янг я вообще не признала в гриме просто и очень страшная переделанная разработчиками катрина гангадзе которая просто на себя больше не похожа и удивительно прекрасная лилия фэнк без своего привычного стремного прикида вот мы собственно счет здесь и покушаем даже в ресторан друзей эти не пришлось ну что ж третий навык меня немножко разочаровал немножко разочаровал меня слегка я рассчитывала все таки что появится еще что-то до кроме возможности покупать напрямую вот это все счастье ну ладно сейчас разберемся перекусим может быть мы с кем-то пообщаемся может быть наше было захочет забота о себе нанести парфюм нанести лосьон давайте нанесем парфюм откуда его достанешь опять из трусов удивительно было ты удивляешь меня просто с каждым разом все больше дед мороз идиот прямо в шубе в своей видимо в сулане знаете это как в петербурге в владивостоке да в разные там срадится в 12 часов новый год наступает видимо здесь тоже на сулане новый год на островах наступает раньше и вот дед мороз уже выдвинулся сюда видимо с какой-то целью может быть разносить подарки я не знаю и что это такое было ты делаешь объясни мне пожалуйста я не понимаю просто ну надо как-то развлечься мне кажется это скучно времени еще посмотрите время детское были надо как-то развлечься давайте куда-нибудь отправимся может быть если здесь мы не встретили никого интересного может быть мы встретим кого-то интересного в другом месте ух было там я смотрю что делала то в туалете уй было я все видела я знаю чем-то занималась там девочка моя тебе бы в ночной клуб а не в бар теперь а бар здесь выглядит друзья вот так видите он такой как по специфические ну я просто на первое время знаете поставил то что мне более-менее откликнулась из галереи сейчас покажу вам что он из себя представляет а а вот и бар давайте посмотрим внутри это таковите зона с кабинками с какими-то что это кстати за кабинки они что-то собака не открывается а что это за кабинки то а это знаете это как караоке да здесь караоке здесь еще как гараж какой-то туалет велосипедная парковка еще один туалет как странно бар который состоит из сплошных туалетов видимо гости здесь очень много пьют и потом очень много писают потому что я не знаю как еще объяснить такое количество туалетов на участке ха 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 и и это у нас посмотрите на сейчас возраст немножечко изменим это у нас принцесса рапунцель здесь она работает в барменом но это забавно выбрать возраст в сделаем ее молодой вот вот так неожиданно игра нам забросила сюда еще одну принцессу. Ну что же, что тоже неплохо, давайте пойдем тогда и, собственно, с ней познакомимся и выпьем, и приветствуем ее дружески, да, наверное. В принципе, Белль сейчас, Белль говорю, Белла подойдет, сейчас очень удивится, скажет, ничего себе, ты тоже здесь? Мы с тобой виделись-то миллиард лет назад, уже помнишь? Говорит, слушай, как классно. Рада тебя видеть. А Рапунзарь отвечает, а я уже, говорит, давно здесь, я, собственно, на этом курорте живу и работаю, вот, поэтому мы вот и не виделись так долго, говорит, вся моя жизнь здесь. Не знаю, может быть, когда-нибудь мы доберемся и до нее. Ха-ха, мало ли какие фантазии придут. Мой голову, о, да, мужской вечер, джентльмены могут прогуляться до бара и насладиться дешевыми напитками, слушайте. Так это мужской вечер, а это что, Леонардо Ди Каприо пожилой? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ну, в общем, да, реальный Леонардо Ди Каприо примерно так и выглядит, помятым и потасканным сейчас. Не буду менять возраст Леонардо, оставлю как есть. Меня это развлекает. Вот. Ну и в итоге-то что, мы пообщались, может быть, напиток закажем уже, было, успокойся, давай. А что, заказать напиток-то надо, что-то сделать там. Здесь девушка работает, что-то, в самом деле. Алло, ты не будешь это учиться делать, работать, напиток? В смысле? Нанять персонал? Отстань от нее, мы никогда не попьем свой напиток. А я думаю, что она так бесится на этого Каханануи? И тут я вспомнила, что он же у нас на нашем участке. Друзья, вы помните этот мерзкий, мерзкий Каханануи? Он спал в нашем спальничке. Как забудешь такое? Колеб, хочешь что-то купить? Конечно, Колеб. Вот мы как раз думали, с кем нам в баре напиться, как вовремя ты нам позвонил. Конечно, приходи, да, выпьем, отдохнем, посидим. Давай, 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 мы ждем тебя. Дорогая моя, переоденься. Мы как будто бы уже искупались, и мы пришли, собственно, в общественное место. Давай что-нибудь, что-нибудь такое. Вот, что-нибудь такое попроще. Да хватит бегать туда-сюда. О, а вот и Колеб. А вот и Колеб. Куда ты побежал, малахольный? Зачем ты побежал туда? Надо сразу, знаете, на него тыкнуть, пока он не убежал, а то я буду тут два часа его ловить потом. Так, и давайте продадим, конечно, Колебу все, что он хочет. Колеб, мы здесь, ты нас не заметил. Мы здесь. Мы уже спешим к тебе. Твой любимый продавец, как всегда, тут. Рада тебя видеть ему. Белла говорит, это что, так от Беллы от моей воняет? Мама, дорогая, продадим Колебу. Белла, ты что, ты вонючая? Или это от Колебы от Беллы воняет? А, это же у нее эта история началась. Боже мой. Ой, мы ничего не можем с этим сделать. Но это странно, потому что история началась в одном месте, а запах как будто из-под подмышек. Это очень странно. Это странно работает. Белла, нет, сегодня никакой романтики у тебя не будет, точно говорю тебе. Вот пиво у тебя есть. А что, а можно только переместить в мир, да? А если мы переместим пиво в мир, мы можем его выпить? Подождите, где пиво? Не буду мешать ей пока общаться. Я тут, пока она общается, знаете, просто покручу немножко вот эту вот панель багажа. Пиво. Что? Паспортные визы. Да хорошо, хорошо, Суланийская виза у тебя, да. Спасибо большое, ты лучшая, говорит Колеб. Спасибо большое. На здоровье большое, Колеб. Приходи еще, мы всегда тебе рады. Где наше пиво? Слушайте, не надо здесь изображать, как вам все это неприятно. Пиво почему-то мы выпить не можем, это очень расстраивает. Слушай, женщина, ты меня напрягаешь со своими претензиями. Ты сейчас станешь нашим клиентом просто, я понимаю. Нет, не станешь? Почему? Может, у нее черта какая-то, что она не употребляет? Или просто мы с ней недостаточно знакомы? Конечно, недостаточно знакомы. Нет, не уходи, не уходи. В общем, вот как-то так, друзья, прошел был и день, посмотрите. Ну, я думаю, реально, что знакомиться в таком виде мы точно ни с кем не будем, потому что, ну, это как-то вообще полная фигня, такая вонючая женщина. Но кто посмотрит на нее, кто обратит внимание. Но я рада, я очень рада, что мы смогли прокачать наш скилл, наш скилл торговли. Потом, я думаю, что, так как я забыла опять про эти несчастные гаджеты для Беллы, я думаю, что я их просто, знаете, вот сейчас, когда закончу запись, я просто куплю их через режим строительства и положу их в сумку. Но это невозможно. Так, мы что-то заказали. А где алкоголь? Да, видимо, у Беллы совсем, знаете, испортилось настроение. Может быть, это как-то связано с тем, что от нее неприятный запах. Может быть, еще с чем-то. Я бы хотела еще, конечно, продать вот Майке то, что она просила, но я ее, ребят, не вижу в упор просто. Может быть, я, конечно, слепая. Может быть, она где-то здесь есть на участке. Но реально, мне это не очевидно. Ну что же, раз Майки Хас тут нет, в таком случае, я думаю, что мы будем на сегодня заканчивать. Я была рада всех вас видеть. Мы продолжим приключения Беллы на островах Сулани. Обязательно вернемся. Мы будем здесь читать наши книжки и повышать наш торговый скилл потихонечку. Немножко отдохнем от зимних локаций. Следующая серия, посмотрим, за кого она будет. Возможно, это будет Джасмин. Возможно, это будет снова Белла. Я подумаю. И до новых-новых-новых-новых встреч. Пока-пока-пока-пока, друзья.